Крещенские купания входят в моду. Ожидалось, что в ночь на субботу в прорубь в нашем регионе окунутся около 15 тысяч человек. Однако жители области побили все рекорды. Желающих искупаться в ледяной водичке, по подсчетам полиции, оказалось в два раза больше. На Семязино к приему купальщиков все было готово уже днем. Костер, чтобы согреться, и ордань с деревянной клетью под водой. Лед это зимой прочный, а значит у спасателей меньше головной боли. Погода сегодня нормальная, в принципе, 14 градусов мороза, мы ждали больше. Прогноз погоды был до 20 и выше, но сейчас нормально, 14 градусов, вода плюс 3. Дно хорошее, вода чистая, сегодня проверяли, водолазы были с утра, батюшка светел. Новичков в Иордане видно сразу, но большинство погружается без лишних эмоций и уже не впервые. Говорят, процесс затягивает. Стоит один раз попробовать, и страха как не бывало. Главное – набраться смелости, раздеться и дойти до проруби. А там уже ничего. Обратно, не искупавшись, еще никто не убегал. Ничего, понравилось. Но начал, если честно, случайно, потому что знаком позвали в Дивеево. А там вот эти тоже, ну, хотя летом ездили, но вода-то тоже плюс 4. И вот летом съездили, и с той зимы вот уже пятый раз подряд хожу. В воде нормально. Ну да, как будто так вот по тебе тысячи голок пробежало, а так все хорошо. Своего рода это адреналин. Ну, как бы не то, что там опустить какие-то грехи. Нет, совершенно не в этом. Просто своего рода адреналин такой. Интерес. Сможем ли нет силы воли опять же. В 11 вечера у проруби больше журналистов, фотографов и спасателей. И только редкие ныряльщики идут к воде. Окунуться большинство старается именно в полночь или позже, но никак не раньше. При погружении все как один из того крестятся. Но все же глубоко верующие крещение встречают чаще в церкви на службе. А те, кто съезжается к прорубям, больше говорят о телесном здоровье. И хотя такие освежающие процедуры приветствуют далеко не все медики, сами купальщики говорят, что улучшают статистику по гриппам и простудам. Вирусы капитулируют и весь год не пристают. Отлично. Вот раз купаюсь в году, не болею ничем. Ни гриппа, ни простуда. Всем советую. Вот по его совету тоже решили. Ну, как-то прожить на земле ни разу проруби не скупаться. Это глупо. Так что раздевайтесь и за мной. Про болезни не знает и Никита. К купанию мальчик приучился еще лет в девять. И теперь ныряет под присмотром тепло одетых родителей. Мне как бы бабушка сказала, что на крещение надо вот это делать. Ну, я и начал. Мне ничего оставалось сделать. А маму с папой еще ты с собой не веришь? Нет. Даже стыдно ребенок скупался, а мы никак не соберемся. На следующий год вместе соберемся втроем. Кстати, к зимним погружениям приобщается молодежь. И если раньше сюда приходили развеселые компании, сейчас все больше чая у костра, а пьяных практически нет. Вот если в прошлом году я лично видел только трех, то в этом году пока еще ни одного. Ну, раньше, да. Раньше тут как-то были тут и шашлыки, там и люди вбивали. А в настоящее время все ведут себя достойно. То есть, наверное, народ к лучшему поворачивается. Да и маржи со стажем принимать на грудь не советуют никому. Такого даже крепкий организм может не выдержать. Ну, если честно, если даже хотите выпить, то только после, а не до. В никаком случае до. Возможно, конечно, воздействие может и на сетку стукануть. Скоро МЧС и полиция дежурят у водоема до последнего купальщика. Как правило, часов до трех ночи. Ну а в час поток владимирцев и не думает редеть. На семязи натянутся все новые и новые любители ледяной водички. Очень хорошо, бодрит. Вода очень холодная. А? Вода очень холодная. Нет, вода теплая. Всем рекомендую.